Открылось мероприятие традиционным выступлением детского хора Воскресной школы Свято-Серафимовского храма. В шестой раз православное молодежное братство святого преподобного Серафима Саровского организовывает и проводит весенний бал в честь светлого праздника Дня Жен Мироносец. Праздника, который у православных христиан чтится как особый женский день. Дать пример, настоящий пример девчонкам, показать, что были настоящие женщины, достойные девушки, которые в самый ответственный момент, в период, тяжелый период, в период, когда их учитель был распят, их учитель был осмеян, в то время, когда большинство учеников разбежались, нашлись женщины, которые практически не упоминаются в Евангелии, но в этот момент они собирают всю свою нужность, свою веру и приходят к огробу, приходят к месту, где был погребен тот учитель, который говорил о главном, говорил о любви. Для гостей и участников весеннего бала организаторы подготовили три отделения – вальсовое, ретро и народное. Сначала выступают показательные пары, и их задача – создать атмосферу и показать танцевальные движения. В каждом хореографическом па – целомудренность, красота и пластичность вальса. Подготовка всегда проходит очень волнительно, всегда ждешь каких-то необычных чувств, всегда переполняют эмоции, когда выходишь, когда у нас первый минуэт, и иногда даже слов не хватает, чтобы просто потом после всего бала сказать вообще спасибо всем, просто сказать. Не хватает тут просто эмоций таких, все проходит очень классно. В этом году православное братство храма преподобного Серафима Саровского отмечает 10 лет со дня основания. Ежегодный весенний бал, который собирает православную молодежь братства и слушателей воскрехных школ, открывает мероприятие юбилейного года. А еще это первые шаги к популяризации Дня Жен Мироносец как главного праздника в жизни каждой православной христианки. Необходимо в первую очередь, конечно же, делать акцент на такую, как можно сказать, практику православной веры. А если мы будем его как бы извне популяризировать, то я думаю, что это может привести либо к какому-то отторжению, либо к неприятию и осуждению общества. Быть православным христианином – это не только чтить заповеди, соблюдать посты и посещать храм. Это образ жизни, в котором есть место и для молитвы, и для общения, и для праздника. Такого, например, как весенний бал в честь праздника «Жен Мироносец». Ирина Альшова, Денис Ильич Кеевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.